Рад вас приветствовать. У нас с вами сегодня девятая лекция. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами сегодня будем реализовывать, собственно, сортировки, быструю сортировку и сортировку слиянием. К сожалению, я не смогу сегодня демонстрировать, но придется показывать, как есть. Итак, давайте с вами для начала реализуем сортирующее действие сортировки слиянием. Сейчас я буду сделать следующим образом. Есть алгоритмы простые реализации, ну точнее сортировка слиянием, скажем так, она все равно происходит не на месте. То есть сам процесс слияния двух уже сортированных массив в третий, он требует этого самого третьего массива, равного по длине сумме тех, которые сливаются. То есть это сортировка, которая не может быть произведена на месте из-за того, что само действие таково. Про это я в прошлый раз говорил. А вот в быстрой сортировке возможно много различных реализаций. Самая простая из них, она работает прямо на месте. Вот где есть, там и выполняется, но она относительно сложна. Не очень, но все-таки относительно сложна. А можно реализовать проще, просто проход прямой от начала до конца. Я вначале реализую простой вариант. Давайте начнем с сортировки слиянием, где у нас, безусловно, должно произойти все одинаково примерно. Короче, сортировка слиянием. А, да, прошу прощения. Собственно, сортирующее действие ее. Давайте напишите сортировка слиянием. И подзаголовок. И подзаголовок. Собственно, слияние отсортированных массивов. На слияние отсортированных массивов в один. Итак, я опишу функцию сейчас, которую назову merge. Эта функция будет у меня получать списки а и b и возвращать список c. Точнее, список, который будет получаться в результате. Итак, значит, а двоеточие лист, b двоеточие лист, два списка. Естественно, что содержащиеся там элементы должны быть сравнимы между собой. Итак, первое, что я сделаю, я создам список соответствующей длины. И заполню его сейчас просто нулями. Соответственно, у меня длина а плюс длина b. Это должна быть будущая длина этого массива. Len от а плюс len от b. Все, я зарезервировал сразу нужное количество памяти. Теперь, собственно, пора сливать. Каким образом я буду поступать? У меня есть а. Я в прошлый раз показывал, но тем не менее. Есть список а. Есть список б. И есть список c. Теперь без всяких солдат, которые у меня соответствующие длины. Так что поместилось и то, и другое. Я заведу три индекса. Один индекс будет в а, второй индекс будет конкретно для b, и один индекс для c. Соответственно, я буду их постепенно двигать. Итак, i у меня будет индексом для a, k будет у меня индексом для b, и n будет у меня индексом для c. Итак, что я буду делать? Сравнивать элементы а и b. Я считаю, что массивы отсортированы по возрастанию. Поэтому я буду сравнивать элементы а и b, k. И если у меня а и меньше, чем b, k, то я что делаю? Я из него беру меньший из двух и перекладываю его сюда. При этом у меня должны будут вырасти i и n. До каких пор я буду это делать? И так я буду, соответственно, менять. Вот так вот я еще раз повторю сам алгоритм. То есть, допустим, вот этот элемент оказался меньше, чем тот, который хранится там. 2, 5. Двоечка меньше, чем пятерочка. Соответственно, я i увеличу на 1. Вначале двоечку скопирую сюда. i увеличу на единичку. Она перешагнет на следующий элемент, чему он там равен. Двоечка, на самом деле, конечно, не исчезает. Я ее перекладываю просто, чтобы было понятно, куда она отправляется. И увеличиваю на 1, и n увеличиваю на 1. Я не рисую, потому что там сейчас нолики. То есть, нечто еще не заполненное фактически. Понятно? Дальше я сравниваю снова то же самое. И ты, и к ты элементы. До каких пор я буду это делать? Пока один из этих массивов не закончится. В какой-то момент у меня или а, или б закончится. А что это значит? То есть, что у меня i уже вышел за пределы длины а. И или k вышел за пределы длины б. Понятна логика? То есть, я делаю следующим образом в результате. Цикл такой. Пока i меньше, чем длина а. И k меньше, чем длина б. То есть, и тот, и тот еще указывают на реальные элементы. Еще не вышли за границы своих массивов. Что я сделаю? Если у меня а и ты меньше, чем б к ты, что я в этом случае делаю? Первое. Я увеличу, я кладу в c, n ты. А, я одну вещь забыл. Ребята, я забыл очень важную вещь. Забыл инициализировать. Естественно, i равно k, равно n, равно нулю. Простите меня, пожалуйста. Это нужно вписать до цикла. До цикла вот сюда вот надо вписать. Трудно это сделать сейчас. Да, доска не поддерживает перенос строки, к сожалению. Ну, давайте вот сюда. Вот сюда. То есть, я туда вставляю. i равно k равно n равно нулю. Потому что иначе непонятно вообще, чего я там делаю. Итак, поехали. Если а и ты меньше, чем б к ты, то, во-первых, я c, n тому кладу значение а и ты. Именно его мне надо перекладывать. Далее, что я делаю? Я сейчас сделаю сокращение, которое, ну, не совсем красивое. Но я его сделаю, потому что у меня мало места на доске. Я не хочу переезжать сейчас на другую доску. Поэтому я здесь поставлю точку с запятой. Да, в питоне есть точки с запятыми. Но ими пользоваться не надо. То есть, то, что я сейчас пишу, нехорошо с точки зрения стиля. Но, тем не менее, точка с запятой. Что я еще делаю? Я увеличиваю i. i плюс равно 1. Точка с запятой. n плюс равно 1. Ну, хотя бы в конце не поставлю точку с запятой. Так, куда он? У меня уже сюда указывает. Короче. Иначе. Иначе я могу на самом деле не спрашивать. Иначе если. Я могу просто иначе написать. Почему? Ну, если у меня а и то равно б к а тому, ну, какой-то из них все равно же надо класть. Кстати, кстати, по-хорошему, если я хочу, чтобы моя сортировка была устойчивой, я дам точнее определение сейчас, то мне надо брать именно из а элементов. Ведь я предполагаю, что а это левая половина сливаемого массива, а б правая. Что значит устойчивость сортировки? Это определение, которое мы должны с вами записать. Итак, сортировка называется устойчивой. Вы там строчки-то еще оставьте, там еще строчек так 8-то точно есть. Сортировка называется устойчивой. Если она не меняет порядок равных элементов. Если она не меняет порядок равных элементов. У вас не возникает диссонанса? Или возникает? А? Вы так молча воспринимаете. Ни у кого нет диссонанса? Все нормально? Понятно, о чем речь? Я произнесу на всякий случай, может быть, кто-то в записи будет смотреть. Дело в том, что не все элементы абсолютно одинаковые, которые равны друг другу. То есть у меня, например, сортируются числа по норме числа, по модулю, а числа комплексные. Они различные, но при этом по модулю они равны друг другу. То есть сортируемая характеристика, она может быть не единственной. И реальные объекты, они могут быть разными. И вот здесь возникает вопрос, а нужна ли нам устойчивость сортировки? Может быть, ничего страшного, если равные элементы окажутся перепутанными в другом порядке. Так вот, есть сортировки неустойчивые, а есть устойчивые. И есть, более того, возможность написать реализацию одного и того же алгоритма сортировки устойчиво или неустойчиво. Вот сейчас, если я оставлю это как есть, не задумываясь об устойчивости, то какая разница, меньше отправили, а больше либо равный, получается, идет из B. То есть равный идет из B, первее, чем из A. Понимаете? При прочих равных. Если мне не важна устойчивость, пожалуйста, так можно. Но желательно все-таки устойчивость. Если можно ее соблюсти, лучше ее соблюсти. Поэтому вот здесь лучше написать, лучше написать. Меньше либо равно. Понятна логика, да? Итак, поехали. Что мы делаем дальше? Если нет, иначе. В этом случае я должен заложить в СНТИ, соответственно, А... БКТИ, прошу прощения. СНТИ равно БКТОМУ. Точка с запятой. К плюс равно 1 и Н плюс равно 1. Ну, можно заметить, что у меня и там, и там есть Н плюс равно 1, поэтому я могу его просто вынести за пределы ИФА. Но я сейчас этого делать не хочу из соображений другой эстетики, смысловой. То есть я и там его увеличиваю, и тут в этом случае тоже увеличиваю. То есть они рядом. То есть я раз и переставил, чтобы видно было. Понятно? Кроме того, я одну строчку на доске экономлю. Значит, двигаемся дальше. В момент, когда я закончил, когда я достигаю вот этой позиции, цикл закончился, у меня одна из половинок исчерпана. То есть у меня какой-то из этих указателей выскочил за пределы. Например, И у меня, вот он указывает вот сюда, на несуществующий элемент А. А К указывает на какой-то еще реально существующий. Они не могут выскочить одновременно, потому что у меня либо тот шагает, либо тот. Но не могут сразу. То есть какой-то один хотя бы элемент там останется в одной из половинок. И мне нужно, а может быть много, может быть там чуть ли не весь массив. Может же быть такая ситуация, что у меня, например, все элементы в А были больше всех элементов в В. Или наоборот, все элементы в В были больше всех элементов в А. Я вначале заливал сюда все элементы в А, но я не мог это сделать, не сравнивая. Никак. Мне нужно было это делать, держась за этот элемент, перебираю, кладу, кладу, кладу. Перебрал все. Ну или там часть из них вот ушла. Еще много. То есть это цикл перекладываний еще. Причем здесь очень важно понимать, из какого именно массива это делать. Понятно? Поэтому здесь все-таки не совсем тривиальное переливание из соответственно Аитова и Бакатова. Но можно сделать следующее. Один из этих массивов уже опорожнен. В смысле вот соответствующий счетчик добежал до конца. Значит, если я сделаю формальное приклеивание того, что из него там вылезает, то ничего не приклеится. Понятно? То есть у меня сейчас здесь будет... Нет, я могу написать здесь if. Если if, спросить, если и равно лен А, то тогда я переливаю из B, а иначе я переливаю из А. Понятно? Я могу поставить if, чтобы у меня либо один цикл работал, либо другой цикл. А теперь еще раз. Но я по-любому, если я начну выполнять и тот, и тот цикл, один из циклов просто окажется пустым. Ноль итерации. Понятно? Это нормальный прием, он существует, и вот сейчас мы его с вами используем. Итак, первое, что я сделаю, я доливаю все, что осталось из А. Возможно, он пустой, и ничего доливать не придется. Что я делаю? Пока I меньше, чем лен от А, заниматься чем? Я кладу в C, N, ты, значение А и того, и делаю те же самые действия. I плюс равно 1, N плюс равно 1. Точка с запятой, и плюс равно 1, N плюс равно 1. Отлично. Я залил в C остаток массива А. Возможно, ничего не залил, а формально проверил, что I уже равен лен А, и заливать не надо. И второе действие, второй цикл. Пока K меньше, чем лен B, соответственно, что я делаю? Я беру и закладываю в C, N, значение B катова, затем K увеличиваю на единичку, и N увеличиваю на единичку. В результате все. Вот теперь у меня все залито, и у меня полностью C заполнен. Ну, очевидно, да, каждый элемент здесь перебирался ровно один раз. Я по два раза на один и тот же элемент не смотрел. То есть, либо он уходил, когда он меньше, чем другой, либо все оставшиеся просто ушли сюда. В общем, в результате у C полностью все эти нули перезаписаны, то есть ни одного нуля там не осталось, все в порядке. Но этот C нужно вернуть из этой функции. То есть, последнее, что я сейчас делаю, это я сделаю return C. Надо сказать, что вот эта реализация слияния, ну, не совсем может быть оптимальна. Или, скажем так, мне нужно понимать, как именно ее использовать. То есть, мне нужно будет подготовить два отдельных массива для слияния. То есть, как отдельная функция, независимо от сортировки, вполне я, может быть, этого и захочу. Раз у меня есть список, два есть список, вот у меня в результате. То есть, я смогу легко это реализовывать, да, вот прям вот в скобочке подал и, пожалуйста, вот он результат. Однако, для ее использования в сортировке будет удобнее другая реализация, в которой у меня нет отдельных A и B, а передается, собственно, массив, вот оригинальный массив, некий A. Да, да, и передаются только индексы, с какого индекса по какой первая часть, да, и, соответственно, с какого по какой вторая часть, которые нужно слить. А все остальные части массива я просто не буду трогать. То есть, я сейчас не буду это перереализовывать для сортировки, потому что эта реализация, она вполне понятна. Мне сейчас важно, чтобы это было в первую очередь понятно. Но еще раз подскажу, что вот интерфейс, покажу, что интерфейс может быть и другой. Давайте, чтобы не путать A, B и C, я некий M, как массив, да, ну, M назову его, вот M большое. Так вот, еще раз, вполне возможно, что мне нужна другая будет реализация, где я буду давать некий, соответственно, left, да, left, соответственно, это у меня будет middle, серединка и, соответственно, right, правая граница. Да, и у меня, соответственно, левая часть от этого до этого кусочка, да, а вот эти два, две части, которые левее, чем left, и начиная с right, я не трогаю, они не участвуют в слиянии. Я слил, для этого использовал временный массив, то есть я взял вот эти два кусочка, я их слил вот сюда, да, а потом взял и скопировал линейно вот на это место, понятно, перетирая там не отсортированные элементы. Ясно? Но я сейчас оставлю вот эту более эффективную и удобную реализацию для сортировки и воспользуюсь тем, что есть. Пока что мы написали только сам алгоритм слияния. Я не написал пока что саму сортировку, а сортировка, она должна быть, естественно, рекуррентной. Давайте ее напишем. Итак, собственно, сама рекуррентная функция, рекурсивная или рекуррентная, собственно, функция, которую я назову mergeSort. MergeSort, она будет у меня принимать, собственно, массив А, необходимый для сортировки, который я буду сортировать. Сейчас за счет того, что я буду пользоваться, ну, вот той вот функцией, она будет очень неэкономна по памяти. То есть она будет кушать еще больше памяти. mn умножить на логарифм n. Но это будет не страшно, это не так принципиально. Итак, первое, что я делаю, проверяю крайний случай. Не забываем. Рекурсия. Начинаем всегда с крайнего случая. Какой крайний случай? Когда сортировать тривиально? Ну, когда у меня длина А меньше либо равна одному. Пустой список и список из одного элемента, они сами в себе уже отсортированы. Их сортировать точно не надо. Поэтому я в первую очередь пишу, если у меня len от А меньше либо равно одного, в этом случае просто return. А вот теперь возникает вопрос. Я не до конца договорился об интерфейсе вот этой функции. Она будет возвращать отсортированный массив или сортировать этот самый массив А. Как мы поступим? Если следовать логике, которая была у нас для квадратичных сортировок, то она должна сортировать его именно. То есть она ничего не возвращает. Поэтому я не пишу return А, а просто return и все, и вышли. То есть никакой обработки просто не требуется. Здесь автоматически возникающий else, потому что return уже не случился, значит я иначе нахожусь. И что я делаю? Я в первую очередь мечтаю о том, что кто-то отсортирует левые и правые половины, чтобы возникли левые и правые половины. Мне нужно отмерить эту половину. Мне нужно написать, что middle равно длине этого массива А пополам. Теперь мне требуется каким-то образом выделить два куска этого массива. Два куска этого массива. Для этого есть прекрасный механизм, который называется срезы списков. Очень легко это сделать при помощи срезов. Я не хочу вводить вам срезы досрочно. Я их вам обязательно расскажу в конце семестра. А сейчас нам нужно каким-то образом вытащить кусок этого массива. Создать массив, состоящий из этих элементов. Как это можно сделать? У нас есть штука такая, как лист компрехеншенс. Генерация списка в квадратных скобках. Помните? Вопрос какой-то? Вопроса нет? Так, ну что же. Значит, мне нужно создать левую половину L. Я говорю, что левая половина, она у меня состоит из чисел Х. Сейчас, одну секундочку, из чисел Х. Нет, неудобно будет. Нет, не Х. Из АИтых для И в диапазоне... В каком диапазоне? От нуля до серединки невключительно. Понятно? От нуля до серединки невключительно. Ну, в принципе, я мог ноль не писать, но я напишу. Ноль, запятая, middle. Все, вот я создал левую половинку. Теперь создаем правую половинку. Выписываем отдельный элемент. Это я делаю ради удовлетворения интерфейсу написанной функции. Если бы у меня функция была написана вот так вот на месте, да, ей три индекса. Ну, она выглядит, начинает так, несколько убого. Но зато она меньше памяти ест. Потому что мне не нужно будет отдельно создавать вот эти вот копии. Чуть-чуть меньше памяти будет. Значит так, R я создаю, соответственно, из того же A и того, но из другого диапазона, соответственно, индексов. Для I в диапазоне in range, начиная как раз ровненько от серединки middle и заканчивая длиной A. Сейчас все понятно, да? Теперь, собственно, кто-то нам отсортирует левую и правую половинки. Кто же это будет? Очевидно, сама же merge sort. То есть я вызываю вот здесь сортировку merge sort для левой половинки. Вызываю сортировку merge sort для правой половинки. Как видите, у нас здесь рекурсия с ветвлением. То есть она каждый раз вызывает два, да, как дед вызывает двух бабок, каждая бабка вызывает две внучки. То есть у меня это, кажется, делится и делится, причем ровно напополам. То есть мы достаточно быстро уходим к сортировке очень коротких списков и к крайнему случаю. То есть она довольно быстро добирается донизу. Ладно, поехали дальше. А теперь мне осталось только слить эти L и R. L и R сами в себе отсортированы. И теперь мне надо слить их в единый массив отсортированный, а потом этот единый массив отсортированный запихать на место A. Понятно? Понятно? Ну, ладно, я надеюсь, что понятно. Но смысл какой? Я делаю следующим образом. Я говорю, что у меня слитый массив, да, слитый массив. Я назову его C, так же, как там. C равно merge от L, R. Реализация на другой доске. То есть я сливаю два массива в третий. А теперь в этом C мой ответ. Но аккуратно. Аккуратно. Я не имею права сейчас написать A равно C. Знаете почему? Это очень важно. На компьютере я бы это показал. Поэтому, простите, мне придется просто вот помахать руками. Итак, смотрите, что будет происходить там, вне функции mergeSort. Я создаю какой-нибудь там списочек. B равно 5, 2, 7, 3, 1. Да? Вызываю функцию mergeSort. MergeSort B. Да? И распечатываю, собственно, этот самый B. Я уже показывал вам, что есть такая штучка, развернуть, собственно, список в параметры функции. И я вас же предупреждал, что не очень хорошо, если у меня B будет большущий. Это прям очень плохо. Ну, как есть. Да, и он у меня небольшой, это тестовый пример. Значит, чего я ожидаю? Смотрите. Я создал, что реально происходит. Я вот здесь вот создал имя B, которое ссылается на объект списка 5, 2, 7, 3, 1. Да? Дальше я передаю эту ссылку внутрь функции, в которой мы работаем с этим B под именем A. То есть вот этим списком я работаю под именем A. Если я, не дай бог, сейчас, не переписывайте, напишу A равно C, то вы знаете, что я сделаю? А, у меня в процессе, собственно, работы были созданы два новых объекта L, R, который частично содержит кусочек того исходного. Потом создан еще один объект C. Видите, я не экономен по памяти. Но неважно сейчас. И я говорю A равно C. Что я делаю? Я меняю ссылку на имя. Я говорю A, начни указывать на объект, на который сейчас указывает C. То есть я объект, на который указывает, собственно, исходное имя B, не изменил. Понимаете? Я просто взял и ссылку переставил. Причем сейчас функция у меня закроется. И имя A у меня уничтожится. Имя C, естественно, L и R уничтожатся. И эти объекты что? Съезд сборщик мусора. Понятно? То есть я получил ответ, выкрасил, как говорится, и выбросил. Понятно? А что же мне нужно сделать вместо A равно C? Вместо этого я заложу сейчас туда поэлементно. То есть я скопирую в A содержимое C. Очень просто. Каким образом? Ну, естественно, циклом. Опять же, это место, где прекрасно и коротко работали бы срезы. Но я не хочу вводить их заранее. Вы должны вначале увидеть, что реально происходит. Реально эти действия будут выполняться, если вы напишите срезами. Реально он сделает то, что я напишу. То есть он возьмет и циклом for заложит, соответственно, да? For x in C. А, нет, так не получится. Мне все-таки с индексами надо. Мне что, нужно в позиции. For e in range. LEN A и LEN C совпадают. Я в это верю, что мерч сработал безошибочно. For i in range LEN A. Что я делаю? Я кладу в A ity значение C ity. Все. Вот теперь я перелил из соединенного массива, перелил в A. Надо сказать, что питон все-таки обладает своей красотой. Если бы моей задачей не стояло обучить вас, собственно, алгоритмам, я мог бы, помахав коротко руками, написать сортировку слиянием. Не, ну, алгоритм слиянием тоже бы выглядел короче, раза в два. Ну, может, не в два, но чуть-чуть короче. Вот. А вот эта функция, она бы выглядела вообще, ну, в две строки, там, в три строки. То есть прям коротенько. Но я не хочу так делать. Вы должны понимать, что происходит. Итак, мы с вами сделали рекуррентную сортировку слияния. Смотрите на длины L и R и осознайте, какова длина соединенных L и R. То есть просто по факту того, что я уверен в алгоритме. Так, поехали. Level up. И вот эта самая сортировка слиянием, она работает очень быстро. Кто захочет сделать это круто, может написать более эффективно по памяти за счет другой функции Merge с другим интерфейсом. Или можно просто впихнуть туда прям вот этот Merge, реализовать прям там на месте внутри, не вынося в отдельную функцию. Так, там тоже сотрем пока. Я надеюсь, вы успели писать. Итак, поехали. Сортировка Тони Хоара. Она же быстрая сортировка. Ее обычно называют QuickSort. Ну а еще раз, название то, что она быстрая сортировка, малоговорящая. Их много разных быстрых сортировок. В самом питоне стандартная сортировка является так называемой прагматичной. Она объединяет себе несколько алгоритмов сразу и добивается наиболее возможной асимптотики, очень классный. Называется TeamSort. Итак, сортировка Тони Хоара. Я кратко напоминаю, в чем суть. В том, что я беру мой массив, я его назову А, разбиваю, но не напополам. Я его не буду сейчас разбивать вот так вот. Я сейчас возьму и выберу из этого массива какой-то барьерный элемент. Давайте сейчас сделаем примитивный способ выбора. Я не буду сейчас реализовывать генератор случайных чисел. Тем более, что такое случайные числа, это вообще для компьютера вещь непонятная. Он работает с детерминированными алгоритмами. Откуда компьютеру взять случайное число? Может, реальную монетку подбрасывать? Ну есть, есть у него там внутри физические устройства, с которых он может кое-что снять, как бы намерить некую физическую случайную величину. Там можно воспользоваться таймером. Там у таймера всякие задержечки, и вот он может посмотреть некую случайную долю секунды, в которой он померит. О, замечательно. Но надо сказать, что распределение этой величины случайно будет плохенькое. Плохенькое. Надо сказать, что в Linux есть даже специальные два устройства. Random и Urandom. Random генерирует настоящие случайные величины, которые действительно хорошо случайные. А Urandom – это генератор, который генерирует псевдо-случайную последовательность, которая как бы случайная. Но еще раз, сейчас мне не хотелось бы влазить в эту тематику, генерацию случайных чисел. И пользоваться стандартно я тоже не хочу. Давайте вот возьмем первый элемент. Вот он в случайном массиве, он обычно какое-то значение имеет такое, условно-среднее, непредсказуемое. И я по нему и буду делить массив. Значит, это очень важно сейчас. Это будет сейчас некоторой альхилия своей пятой, собственно, с быстрой сортировки Тони Хуара. Но я сделаю именно так сейчас. Я возьму и барьерный элемент, барьер, положу равным А нулевому. Я сейчас это туда буду переписывать. Давайте. И сразу пишу саму сортировку. Сортирующее действие я реализую в самой в ней внутри. Итак, надеюсь, хватит доски. Деф, хуар, сорт. Некоторые тонкости. Некоторые тонкости. Сейчас я подумаю, как мне правильно сделать. Как мне это лучше сделать? Это очень важно, чтобы я сейчас покороче записал. Ну ладно, давайте я все-таки реализую ее с тем же интерфейсом, который был. Была у меня идея модифицировать интерфейс, но все-таки это уже будет для сортировки Хуара на месте. Вот если она реализуется на месте, вообще без дополнительной памяти, то там будет дополнительные параметры нужно будет вводить. То есть кусочек сортируемый. И передавать нужно будет два индекса, сортируемый кусочек. Begin и end. Ладно, поехали. Что я делаю? В первую очередь барьерный элемент выбираю. А? Что я пишу в первую очередь? Нет. Крайний случай, абсолютно верно. Сферикуррентная функция. Крайний случай первее любого барьерного элемента. Не забывайте про него. Итак, первое. Если у меня длина А меньше либо равно 1, в этом случае return. И опять, я сразу же проговариваю и договариваю, что у меня эта функция сортирует собственно сам А по ссылке. То есть она принимает изменяемый список, который по этой ссылке можно будет менять, и ожидается, что она собственно его и отсортирует. А возвращает она ничего, none. Кстати, если функция просто звучит return, это то же самое, что return none. None это такое специфическое специальное значение специального none type. Тип ничего. У него единственное допустимое значение. Это ничего. Переменная может равняться этому самому ничему. То есть я имя, говорю, имя равно none. Тем самым я это имя отвязываю от того объекта, к которому он был привязан, и сборщик мусора объект съедает. Это если надо. А само имя уничтожить очень сложно. Собственно, невозможно. Имена в питоне существуют, пока существуют в контекстах. Но написать вот так вот return none не надо. Return и все. Просто вышли и ничего не вернули. Итак, поехали. Автоматически я попадаю в else. Здесь я должен что сделать? Вначале осуществить сортирующее действие, а уже потом заниматься сортировкой кусков частей. Но я не знаю, где серединка. Мне нужно в первую очередь сейчас разломить этот массив А на три кучи. На три кучи по принципу отношения к барьерному элементу. То есть я сейчас, взяв какой-то барьерный элемент, вот он у меня рядышком лежит, какое-то значение там, я буду сейчас пробегать по этому А, пробегать по этому А, и соответствующий элемент смотреть. Если этот элемент меньше барьерного, то я буду отправлять его в левый массивчик. А массивчик будет этот левый динамический. То есть я его буду расширять. Но вы уже знаете, что есть и пен стандартный. Я буду пользоваться стандартным способом расширять этот самый массивчик L. Я буду эпендить туда элементы меньше барьерного. Я заведу еще один массивчик, соответственно, middle, в который я буду закладывать элементы, равные барьерному. Собственно, нулевой элемент, он туда и отправится. И будет, собственно, еще один массивчик R, список R, в который я буду закладывать элементы больше барьерного. То есть у меня будет такая трихотомия. Раз, два, три. Туда, сюда или сюда. Куда-то элемент все равно отправится, но в одно только место. А потом я что сделаю? Сортирующие действия закончатся тем, что я верну в A все элементы, которые попадут в L, все элементы, которые попадут в M, а потом все элементы, которые попадут в R. То есть я их туда перелью последовательно. И все. Ну что же, поехали. Значит, что я сейчас делаю? Я выбираю барьерный элемент. Барьер равно A нулевому. Далее. Я начну сейчас бежать по элементам A, но их индексы мне будут не важны. Поэтому я побегу так. Так, for x in A. For x in A. И что я буду делать? Соответственно, если у меня x меньше, чем барьер, в этом случае я положу его значение, соответственно, в L. Ой, простите меня, пожалуйста, я забыл создать L, R и M. Мне их нужно создать до того, как я побегу. Поэтому я вот здесь вот вынужден буду сейчас написать точку запятой и написать... А хотите, я неправильно напишу вначале? Вот так и про... А вы все равно... Нет, вы не пишите только. Вот одну секунду я напишу неправильно, а потом вы поправите. Смотрите. Так и хочется взять и написать L равно M равно R равно пустому списку. Хочется? Ну, мы же делаем x равно y равно z равно 0. Почему не сделать вот так? А? Ссылочная модель в питоне. Три имени, указывающие на один и тот же объект. То есть в результате я под тремя именами буду расширять и сделаю копию массива. Но зачем мне это надо? Нет. Мне нужно именно реально три раза вычислить вот это выражение. Дело в том, что в питоне новые объекты появляются единственным способом. Методом вычисления выражения. То есть мне нужно вычислить какое-то выражение, которое возвращает объект. Понятно? Именно так объект появляется. То есть мне нужно сказать, что L, соответственно, равно... И вот это выражение, да? Выражение примитивное, но тем не менее. Пустой список. Да? R... Давайте M... Давайте L, R, M. Но заливать я буду L, M, R. Хоть ладно. Так я напишу. L, M... Мел перестал писать. M равно пустой список, точка с запятой, R равно пустой список. Простите, выглядит убого, но это все точки с запятыми и маленькая доска. Ну ничего. На листочке больше помещается. У вас поместится. Вам так писать не придется. Но будьте осторожны с L равно M равно R. Итак, поехали. Если X меньше барьерного элемента, то я делаю L append X. Иначе, если... L if... Иначе, если X равен барьерному, X равно равно barrier, в этом случае что я делаю? M append X. И иначе, else, это автоматически. Ни в коем случае не пишите после else X больше, чем барьер. Else, он не потребляет никаких условий. Else двоеточие. Все, иначе. Автоматически X будет больше, чем барьер. R, прошу прощения. R append X. Для понимания вот эта реализация проще. Но она кушает дополнительную память. Равную массиву A. Ну не страшно, ладно. Потратил, так потратил. Сейчас не в этом дело. Теперь, к вот этому моменту, к вот этому моменту, у меня массив A остался пока что таким, как есть, но зато в L, M, R лежат элементы, которые вот реально правильно разбиты. Теперь мне их нужно залить в A обратно. Залить в A обратно. Каким именно образом? Ну, я беру счетчик некий K, ставлю на начало A, а дальше делаю следующим образом. Для каждого числа из L я буду, соответственно, закладывать его в K-тую позицию, а K увеличивать. Понятно? Потом то же самое повторю с M, то же самое с R. Итак, в начале устанавливаю счетчик K на 0. Это уровень заполненности A, как бы наново заполненности. Там лежат числа, но я же все равно их переписываю сейчас из LMR. Положил в 0. И теперь что делают? Для X в X in. Ох! Мне очень хочется тут кое-что написать, чтобы не писать длинно. Я вам говорил, что списки можно конкатинировать друг другом. А? Их можно складывать плюсиком. Создается новый список, равный, соответственно. Это тоже неэкономно по памяти. Я создаю еще один объект списка, равный конкатенированному списку. Это можно было бы сделать проще. Проще. Ну, я ради краткости напишу. Для X in A плюс B плюс C. Ой, простите, A плюс B плюс C. L плюс M плюс R. И опять же, я специально не рассказываю срезы. Поэтому вот именно так. Для X в объединенном массиве, склеенном вот так вот, пристыкованном друг к другу. И опять же, вот это место, где напрашивается использовать функциональное программирование. Здесь можно было бы из внешнего модуля одну штучку, которая, не создавая новый список, может три последовательности соединить в одну. Но, простите, в рамках знаний наших. Итак, что я делаю? Я кладу, собственно, в A катую позицию. Этот самый X и точка с запятой K плюс равно 1. Так, ну вот мы, что называется, копья поломали, но сортирующее действие в итоге сделали. Все. Сделали. А теперь... Ой, что же я натворил? Зачем же я слил, когда мне нужно было L и R отсортировать? Все равно потом переливать. Если бы у меня была другая реализация, где я просто индексы бы подсовывал, то, простите, пожалуйста, придется вставлять. Но мне есть куда вставлять. А вам не знаю. Я вот сюда до слияния должен L и R, L и R до перекладывания. Потому что это не совсем слияние, это просто перекладывание их туда. L и R надо отсортировать. M сортировать не надо. Там элементы все равны друг другу. Что я впишу туда? Две строки всего лишь. Хуар сорт, хуар подчеркивание сорт от L и хуар сорт от R. Вот в это место. Понятно? И слили все это дело. Значит, еще раз. Видите отличие от сортировки с слиянием? Тем, что у меня там я сортировал в начале, а потом сливал. А здесь я в начале осуществляю вот это деление. Девочки налево, мальчики направо. А кто-то посередине. А потом уже занимаюсь сортировкой левой и правой частей. Так, ладно. Давайте с вами разберем оставшиеся вопросы. Кроме сортировок рекуррентных, у меня есть еще парочка тем. Первое. Первое. Это проверка упорядоченности массива за ООТ. Это тривиально, поэтому давайте это реализуем быстро. Итак, нам надо просто проверить и выдать, массив отсортирован или не отсортирован. Это надо делать быстро. За время, за один проход по массиву. Делается тривиально, но тем не менее. И я буду проверять конкретно, либо по возрастающим, по возрастанию, либо по убыванию. На самом деле это можно реализовать через параметр этого алгоритма. CheckSorted я назову эту функцию. CheckSorted. И вместо реализации двух функций я напишу одну функцию. Но у нее будет параметр А. И вот этот параметр я назову Ascending. Ascending равно true. У этого параметра будет значение по умолчанию. То есть я по умолчанию буду проверять, что массив упорядочен по возрастанию. Понятно? То есть эту функцию можно будет просто CheckSorted от массива, тогда проверить по возрастанию. А если я хочу, чтобы точно по убыванию, тогда я должен запятая false написать. Понятно? Или запятая Ascending равно false. Так, ладно, поехали. Значит, это еще раз. Это что такое? Это проверка... Проверка отсортированности... Проверка отсортированности за... О от длины А. Ну, от N. Итак, поехали. Первое. Если бы я не находился внутри функции, я бы создал переменную флаг. Переменную флаг. Находясь внутри функции, я могу не создавать этой переменной флага, чтобы выйти в любой момент, когда я захотел. Этот алгоритм однопроходный. Но давайте я все-таки именно с флагом сделаю. Я создаю флаг и по умолчанию говорю, что у меня предположительно отсортированный массив. Когда я скажу, что он не отсортированный? Когда я встречу хотя бы одну парочку, которая у меня в неправильном порядке. В этот момент я могу останавливаться и выходить. Итак, что я делаю? Я запускаю проход для И в диапазоне. Соответственно, от нулевого до N-1 не включительно. От нулевого до N-1 не включительно. Потому что я буду сравнивать парочки Иты и И плюс первые элементы. Сравнение для N элементов будет N-1. А учитывая, что я начинаю от нуля, то N-1 у меня должен быть только как правый включен, чтобы не выйти за границу массива. Итак, что я говорю? Если у меня, соответственно, A и ты. Сейчас, одну секундочку. Я, видите, ввел параметр этот сцентринг. Мне сейчас нужно подыграть так, чтобы с больше и меньше. Вот если бы это было всегда по возрастанию, я бы сказал так. Если у меня A и ты, соответственно, оказался больше, чем A и плюс первый, то все, я говорю, флаг, двоеточие, будьте аккуратны. Сейчас вот это условие, оно не совсем точное. Кто хочет, можно переписать, но придется стереть и переписать заново. Но, тем не менее, чтобы вы понимали логику, я бы сказал так. Вот если это вот так, то, пожалуйста, флаг равно false. Соответственно, как только я парочку вот такую встретил, то у меня флаг сразу, хоба, все, они отсортированы. Хотя бы одна уже опровергли. Ну и можно, собственно, цикл for прекращать на этом. Больше нам не надо искать неупорядоченных break. Все. И в конце вот здесь вот я возвращаю return flag. Я надеюсь, вы вот это условие не написали. Ну а если что, сейчас зачеркнем. Return flag. С маленькой буковки. И вернуть, собственно, результат. Как мне этот параметр туда вшить? Вариант первый. Вариант первый. Дописать здесь end ascending. Честно, мне как-то это лень делать. Мне хочется, чтобы автоматический значок этот поворачивался. И знаете, что я предлагаю? Вот этот ascending, который является истиной, он может быть легко превращен в единичку. Правда? То есть у меня есть true, который легко превращается в единичку. Если я его аттентую. Ну вы же помните алгебру логики, да? Истина – это один. А если я аттентую false, то у меня получится ноль. А я хочу сейчас сделать следующее. Я хочу, чтобы если у меня по возрастанию, то у меня домножалось вот это дело и слева, и справа на единичку, на плюс один. А если по убыванию я проверяю, то домножалось на минус один. То есть мне нужно сочинить маленькую функцию математическую, которая из единички сделает мне собственную единичку, а из нуля сделает минус один. Как я это сделаю? Я возьму аттентованный true, ну не важно, аттентованный, прошу прощения, эсцендинг, да? Дальше я назову сейчас это буковкой x. Я этот x, соответственно, умножу на 2 и вычету 1. Понятно? Где x – это аттентованный эсцендинг. Поняли фишку? И просто вот сюда домножу, умножить на результат вот этого вот. Даже давайте так. Я прям вот назову лучше сейчас вот этим вот параметром. Я его назову как бы знак s. s равно, а вместо x я сразу впишу туда. Понятно? То есть я это дело, ну, может быть, вы впихнете это дело туда? s умножить на аито больше, чем s, умноженное на а и плюс первое. А вот сюда я впишу. s равно, соответственно, что 2 умноженное на инт от эсцендинг минус один. Вот такая хитрость. Это флаг, что я проверяю массив на упорядоченность по возрастанию. Так, последние 5 минут остались. Если тут нет вопросов, я сейчас успею рассказать вам, к сожалению, без реализации. Итак, бинарный поиск в массиве. Зачем нам сортировать массив? Ребят, зачем вам сортировать массив? Вы чем-то заняты? Нет? Давайте вернемся к доске. Итак, называется бинарный поиск в массиве. Сортировка массива, она имеет практически прагматичный смысл. Сортировать надо зачем? Чтобы быстро искать. Пока у вас кипа бумаг не отсортированная, вам приходится искать в ней при помощи метода полного перебора. То есть вот раз-раз по листочку перекладываете. Если вы отсортируете, то вы можете искать совершенно по-другому. Вы взяли ровно по половине, отложили эту папочку, отложили, и дальше вам надо решить, только в какой из двух половин дальше искать. Понимаете? То есть, по сути, задача в конечном счете рекуррентная, я бы сказал. Понимаете? Задача в каком-то смысле рекуррентная, хотя ее не обязательно реализовывать через рекурсию, можно и через цикл ее реализовывать. Стреляем в середину, между левым и правым барьером. Понятно? И таким образом я смогу найти непосредственно... А вот тут дальше возникает такой вопрос. А что я найду? Ведь у меня может быть вот такой массив. Давайте рассмотрим массив. Он отсортированный. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7. Я специально много раз повторяю. И, допустим, я ищу пятерку. Вот я должен, соответственно, указать на ее местоположение. Не просто факт, что она есть, а местоположение пятерки. Что я должен вернуть? Вот есть такие подходы. Первое. Ну, какую-нибудь. Ну, извините, алгоритм как-то очень непонятный. Что значит какую-нибудь пятерку? Хорошо бы мне все-таки и левую, и правую границы найти. Соответственно, левая граница должна мне указывать на что? На первую пятерку? А представьте себе, что я хочу написать алгоритм, который всегда выдает мне ответ. А может быть такая ситуация, что я ищу число, которого нету. Ну, например, я ищу шестерку. В ситуации, когда я ищу шестерку, у меня должна быть такая штучка, как бы как left bound, да, левая граница. На что и right bound, и правая граница. И правая граница. Вот как мне сделать так, чтобы она разумно мне показывала? Если бы я точно знал, что число есть, то я бы сказал, пусть left bound указывает мне на левую пятерку, а right bound на правую пятерку. Но я хочу сделать такую функцию, которая будет, собственно, находить левую границу и правую границы. Ну, две отдельные функции можно сделать. Но очень важно, чтобы для шестерки она тоже могла что-то разумное вернуть. А? Можно сделать так. Пусть у меня левая граница показывает на тот элемент, давайте для шестерки, на тот элемент, который меньше, меньше, чем искомый. То есть он у меня указывает, например, для шестерки он указывает на пятерку. А right bound указывает на первый элемент, который больше шестерки. Договорились на берегу, да? Как именно? Так. И еще немножко про вот эти результаты, про ответ алгоритма. Потому что если мы не будем знать, а что мы, собственно, ищем, мы не напишем алгоритм. Правда? А если я ищу число, ну, допустим, 7, число 7, то кто у него right bound? А? У семерки получается равно len всего массива, да? Как бы число элементов в массиве. Получается, что указывает на некорректный элемент. То есть right bound не обязан, если мы вот этой логикой руководствуемся, то он не обязан указывать вообще на элемент массива. Если, например, у меня семерка, она под край вот здесь, и я ищу семерку, то у меня, соответственно, должен указывать вот сюда. Ясно? А если я ищу число какое, ну, например, 8 или 10, в этом случае у меня right bound такая и будет. А left bound куда будет указывать? Ну, на самое левое из чисел, которое меньше, чем, там, восьмерка или десятка. Понятная ситуация? Поняли, да? Значит, обратите внимание, что у меня в любом случае, в любом случае, левая граница не левее, чем минус единица, да? Не левее, чем минус единица, а правая граница не правее, чем, соответственно, n. Логично? А теперь смотрите, что я могу делать. Я только поясню логику двоичного поиска, она тривиальна. Я беру middle и, соответственно, стреляю между левой и правой границей. Левой и правой границей. То есть, left, ну, я коротко запишу, left плюс right пополам. И дальше смотрю. Вот я стреляю в середину, но я сейчас вот условно сюда выстрелю. Да? У меня как раз получится, что n минус 1 пополам нацело. Я куда-то сюда попаду. Я смотрю на этот элемент и сравниваю его с искомым. Если этот элемент... А здесь очень важно понимать, что алгоритмы поиска левой границы и алгоритмы поиска правой границы, они разные. И это два отдельных поиска. Потому что искать левый край, вот я к нему должен приблизиться, вот до сюда. Искать правый край, это две разные задачи. Они к разным местам сойдутся. Но я могу сказать, если я посмотрю сюда и вижу, что этот элемент меньше моего элемента, а я ищу правую границу, первый, который правее, то я говорю, пусть моя середина станет новым левым краем. То есть, я все элементы слева просто отбрасываю. Как я вот сказал, разделяю как бы напополам на две пачки и смотрю, вот у меня вот страничка, которая посерединке. Я говорю, вот мне куда дальше искать? Тут или там? И когда я понимаю, что мне нужно искать в этой пачке, я эту просто отставляю, говорю, все. Она за границей поиска. Ясно? Ну все, на этом, собственно, я кратко вас ввел, а реализация будет уже в следующий раз. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.